Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня я буду обучать свою модель генерации в нейросети Леонардо Аи. И я выбрала достаточно яркий визуальный образ. Я взяла Винсента Ван Гога для того, чтобы на его основе обучить модели. У меня была его стилистика. Почему именно его? Потому что это самый яркий такой стилевой художник, картины которого очень узнаваемы. И сразу будет понятно, как это будет влиять на генерацию в нейросети. То есть она обучится на этих картинках. Поэтому давайте мы с вами сейчас заполним данные. Я создаю новую модель. Вот здесь вот, смотрите, у нас есть Training and Data Sets. Мы создаем новый Data Sets, новый массив данных. И, соответственно, давайте сюда напишем Винсент Ван Гог. Ой. Ой-ой-ой. Еще раз. Не переключился язык. Винсент. Это название модели, которую мы будем тренировать. Соответственно, так. Описание, да, точно такое же, как название. Ну, чтобы не отличалось. Create Data Sets. Тренировать. Раньше можно было на бесплатном тарифе. Сейчас они тренируются исключительно только на платном. Сюда нам нужно добавить то, что мы хотим с вами на базе чего тренировать. Соответственно, у меня вот здесь вот есть папочка с Ван Гогом. Мы это все выбираем. Вот. И добавляем. Добавить можно до 40 картинок. Вот. Их мы все добавляем. Иногда вот так вот они подвисают. Ну, это бывает. Выбираю все. И прошу натренировать модель. Здесь у меня название, описание. Все только на английском. Леонардо русский не понимает. Это надо помнить. Training Resolution. Это то, какого формата, сколько пикселов, на сколько будет основное обучение. Я всегда выбираю 512 на 512. Вот здесь вот есть вариант. Если мы выбираем Stable Diffusion 1.5 или 2.1. Я выбираю 1.5. На мой взгляд, она лучше тренируется. Категория. В какой категории? Мы оставим General. Я пробовала выбирать Fashion, Illustration. Не могу сказать, что какая-то большая разница. NCPV. А что это такое? Это когда у вас картинки, содержащие сексуально-эротический характер, там, призыв к насилию и все остальное. У нас этого здесь нет. Мы это не указываем. Потому что те, кто работает с темой сексуальности и всего остального, у них часто бывает проблема. Есть вот эта кнопочка. Будьте с ней внимательны. И Instance Prompt это тот промпт, который будет максимально связан с нашей моделью, с которым будет удобно работать. Start Training. Это значит, мы запустили с вами эту модель в генерацию. Что здесь нужно понимать? Нужно понимать, что она стренируется не сразу. Ей надо некоторое время. Поэтому мы сейчас подождем. Это может занять полчаса, час. В зависимости от того, насколько сейчас загружены сервера. Сколько она будет тренироваться. А потом вернемся и попробуем сделать различные генерации. Итак, мы возвращаемся. Процесс генерации у меня занял около пяти минут. На самом деле это очень быстро. Иногда нужно подождать от получаса до часа. Иногда и дольше. Заходим в нашу модель. Все нормально с ней. Теперь мы переходим в Image Generation. И здесь мы можем с вами выбрать... Вот смотрите, у меня уже установлен промпт. Fashion Sketch of Fashionable Dress. In Vincent Van Gogh Style. Я забиваю. Почему я написала Vincent Van Gogh? Потому что это мое ключевое слово для генерации в этой модели. Сразу здесь я поправлюсь, чтобы у меня было соотношение один к одному. Потому что мы обучали с вами на 512 на 512. Чтобы у нас было разрешение. И вот здесь выбираем нашу обученную модель. Select Model. Your Models. Вот у меня, видите, на этих моделях, которые я генерировала, уже есть. А генерации здесь еще нет. Поэтому мы ее просматриваем. И говорим, что, пожалуйста, сгенерим не с этой моделью. У меня сейчас установлено 4 генерации. Ну, давайте попробуем. Я обычно генерю по одному изображению. Сейчас можем 4. Мы увидим более широкую вариативность. Поскольку генерю я обычно что-то связанное с модой. Поэтому у меня вот автоматический запрос Fashion Sketch of Fashionable Dress. То есть он как бы у меня всегда стоит по умолчанию. И в зависимости от того, какая модель, она вот по-разному у меня воспринимается. Как помните, у нас Ван Гог. Ну, в принципе, сама модель должна понимать, что такое Ван Гог. И для того, чтобы сравнить, как влияет обученная модель на то, что получается, мы с вами вот что сделаем. Я сейчас прошу программу, а именно нейросеть Леонардо Аи, сгенерировать в моей модели генерации Винсент Ван Гог. А потом просто попрошу ее сгенерировать в модели Stable Diffusion. Вот, без моей модели, с тем же самым промптом, с тем же самым запросом. Ну, смотрите. Естественно, стильную она штучку вытащила. И платья такие вот интересные. А сейчас сравним, что будет, если у нас с вами Винсент Ван Гог, обученная на картинах Винсента Ван Гога. А здесь это будет стандартный Stable Diffusion. Я думаю, что классику мировой художественной культуры, конечно же, загружали сюда. И вот что мы увидим. Смотрите. Да, действительно получилось. Но, на мой взгляд, стилевое отражение, мазка, композиции и всего остального все-таки здесь ближе. Смотрите, как проработан фон. И вот это и есть отличие. То есть здесь бесспорно Ван Гог чувствуется. Но вот здесь больше опоры на те картинки, которые мы задали. О чем это? Если, например, вы рисуете в каком-то своем авторском интересном стиле. Вы можете взять, загрузить 10, 15, 20, до 40 своих картинок в нейросеть Леонардо. И уже генерировать картинки, которые будут иметь стилевые особенности ваши. Ну вот я, например, делала, да, я загружала в другую модель стилевые особенности фэшн-скетчей. И действительно, похоже. Вот это не получилось похоже. А вот эти получились. И вот вам сравнение, как это по-другому смотрится. То есть оно более четко отражает мазки, более четко отражает линии. Ну, конечно, здесь немножко странно, но это именно показывает то, что оно хорошо захватывает ту картинку, которую вы ему за основу дали. Единственное, что у меня категорически не сработало, это рисунок технических эскизов. Потому что вот эта вот генерация, это я пробовала загружать черно-белые технические эскизы и обучать их на своей модели. Я вам сейчас покажу, как выглядит модель, на которой я это делала. Вот такая у меня была загрузка. Она этого не понимает. Нейросеть вот такие черно-белые технические эскизы не понимает от слова совсем. Она все равно рисует какую-то свою ерунду. Ну, извините за грубость, да, потому что вот я ее обучила на черно-белых моделях, она мне рисует вот такую фигню. Вот, поэтому технические эскизы остаются за дизайнером. Работаем мы в векторе и никуда оно не уходит. Если вам интересно разобраться с нейросетями, я вас приглашаю на вебинар. Мы там это все посмотрим, попробуем. Не только Леонардо, естественно, есть и много текстовых нейросетей, есть и много других нейросетей, которые позволяют генерить картинки. Если вам интересно рисовать технические эскизы, тоже приходите. У меня есть большой обучающий курс, много видео на моем канале YouTube вы найдете. Это все смотрите. Оставлю вам все ссылочки под этим видео в описании. Вы сможете со всеми материалами ознакомиться. А если у вас появились вопросы по нейросетям, по дизайну одежды, тоже пишите в комментариях. Я буду благодарна за них, обязательно буду отвечать и давать вам больше полезной и интересной информации. На этом все. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok